Друзья, всем огромный привет! Сегодня у меня очередное видео о переделках. Я показываю самые простые переделки для тех людей, которые что-то пытаются делать своими руками. Возможно, это будет интересно. Конечно, я благодарна всем профессионалам, которые заходят на мой канал, смотрят и дают мне советы. В своих переделках я часто использую вещи из секонда, из мешка с ветошью. Иногда использую свою ткань. И те люди, которые пишут, что могут дома собрать такого тряпья, девать некуда, не покупают тряпки, грязное европейское тряпьё, позорю всех, это видео не для вас. Не смотрите это видео. Не тратьте на меня своё драгоценное время. Смотрите то видео, которое приносит вам эстетическое, моральное, душевное удовлетворение. Всех остальных приглашаю. Надеюсь, вам будет интересно. Приятного вам просмотра. В одном из видео я вам показывала, что в магазине Мега Хенд проходила акция, можно было купить вещи стоимостью 5 копеек. И вот я купила вот эти джинсы. Купила именно из-за вот этого вышитого узора на одной из брючин. Итак, как всегда, вещь постирана. И у меня уже на столе. Дорогие мои зрители, сейчас я эти джинсы буду перекраивать. Перекраивать, выкраивать из них разные детали, чтобы сшить очередную вещь. Возможно, вещь это как-то помпезно сказано, но будем говорить, что очередную переделку. Итак, у меня передняя часть джинс. Я срезала карман. Посмотрите, оставила небольшой припуск со всех сторон. Сделала это для того, чтобы этот припуск размахрить, сделать небольшую бахрому. А затем этот карман пришить на своё изделие. Сделать эту бахрому легко и просто. Джинс прекрасно махрится. Ну, а затем я вырежу нужную мне деталь. И, ну, возможно, вот таким образом пришью этот карман. Карман готов. Бахрома получилась по всему контуру. И сейчас я его буду пришивать. Кстати, сразу вам хочу сказать, что шить я буду жилет. Жилет для своей приятельницы, которая увлекается рыбалкой. Когда она наденет свои вейдерсы, то сверху, возможно, накинет ещё мою безрукавку, которую я с удовольствием ей сошью. Две боковые части переда. Одна вот с этим вышитым узором, вторая тёмно-синяя. Ну, вот она такая получилась. Не очень мне нравится. Вот здесь планирую пришить карман. Ну, какой-то уж очень сильный контраст. Одна половинка слишком тёмная, вторая светлая. Казалось, что те джинсы, которые я вам показала, были немаленькие. И у меня вполне хватит выкроить эту безрукавку. Нет, не получается. Получились вот пока две боковые широкие части переда и спинки. И вот сейчас я думаю, что мне поставить наперёд жилета. Нашла небольшие кусочки вот такой стёжки. Здесь тоже особо не разгонишься. Остаток от какого-то очередного моего проекта. Я подумала, возможно, стоит использовать эту стёжку. Тем более цвет стёжки идеально подходит к вышивке. Как я вам сказала, основной ткани не очень много. И вот боковая часть полочки произвольно нарисовала линию. Отрезала небольшие кусочки. Эти кусочки я буду использовать, когда буду выкраивать и как бы формировать центральную часть спинки. Боковая часть спинки у меня уже выкроена. Да, можно взять другие джинсы. У меня их полно. Но мне хотелось бы, чтобы безрукавка получалась больше в одном цвете. Вот как были основные джинсы. А вот эти части, которые я срезала, я соберу из небольших самых разных кусочков джинса. Они будут небольшого размера и не сильно бросаться в глаза. Мне нужно собрать вот такую деталь. Как собираются в единое полотно вот эти все маленькие кусочки, я вам показывать не буду. Не будем тратить на это время. Показываю готовый результат. Раньше боковая часть переда была целая. Ну, а теперь получилось с дополнительным кусочком возле бокового шва. Казалось, ну что ты выиграла? Ну, вот выиграла небольшой кусочек основной ткани джинс. И хотя он такой темный, но мне как раз именно нужен темный цвет из этих джинсов. Сразу подумала, может быть, вот на этих сшитых небольших кусочках сделать нечто похожее на основной узор, используя при этом стежку. Но потом решила этого не делать. Вот готовые две боковые части. На одной из них осталось пришить карман. Пришиваю карман. Карман пока временно заколола портновской иголкой. У меня сохранилась фирменная строчка. И я строчу, стараюсь строчить так, чтобы вот эта моя новая строчка, в иголку заправлена темно-синяя нитка, не попадала в фирменную строчку, а шла рядышком, очень близко к основной вот этой заводской фирменной строчке. Смотрите, как получается. Поднесла камеру как можно ближе. Вот моя строчка. Рядышком идут стежки, и её практически не видно. И тем не менее, карман пришит очень крепко. Сохраняется красивая отстрочка, да и пришивать так гораздо легче. Карман пришит с изнаночной стороны строчка, ничего особенного. Но у меня получился карман, который имеет как бы два входа в один карман. Я срезала этот карман с джинс таким образом, чтобы оставалась нижняя часть джинс. И вот поэтому получаются такие, ну как бы два карманчика. Выкраиваю передние части полочки. Они тоже будут из двух частей. Буду стараться соединить рисунок так, чтобы вот эти выпуклые рельефные полоски совпали между собой. Тогда шов соединения в готовом изделии не слишком будет бросаться в глаза. Не очень нравится мне эта стёжка. Рисунок, конечно, у меня совпал. Вот посмотрите, вот эти все рельефные полоски как бы продолжаются. Потом вот они совпадают. Потом шов соединения я, конечно, ещё раз утюжу. Но из того, что было у меня дома, это как бы самый оптимальный вариант. Соединила стёганую переднюю часть полочки с джинсовой боковой частью. У меня получились вот такие две заготовки. Сейчас их сложу между собой. Проверю, чтобы всё совпадало. Если будет необходимо, сделаю нужную осноровку. Возможно, немножко изменю верху верхней части полочки форму борта. Ну, а теперь приступаю к спинке. Две боковые части спинки. Я вам говорила, что я их выкроила раньше. Мне теперь необходимо собрать среднюю часть. Не знаю, делала ли бы я среднюю часть спинки такой же блестящей, как полочки. Даже если бы хватало у меня стёжки. У меня её не хватает. Как бы я там ни крутила и ни вертела. Это остатки от джинс. Вот это сэкономленные кусочки, которые отрезал от боковых частей. И сейчас вот эти все кусочки я буду соединять в одно полотно, чтобы потом вырезать среднюю часть спинки. Центральная часть спинки готова. Их у меня две. Сложила между собой. Теперь беряю. Когда я сшивала эти кусочки, я их подбирала таким образом, чтобы на обеих половинках они были одинаковые. Не только по размеру, но и по цвету. Не всегда это получалось идеально. Я старалась подобрать. Ведь это центральная часть спинки. И она сразу будет бросаться в глаза. Осталось пришить боковые части спинки. Показываю вам промежуточный результат. Безрукавка будет на подкладке. Сюда еще нужно вточать молнию. Вы знаете сразу, что обнаружила, что карман пришит слишком низко. Мне придется его отпороть и пришить чуть повыше. Показываю вам спинку. Да, друзья, еще хочу вам сказать, что безрукавку шью без примерки. Приблизительно знаю размер. Учитывая, что эту безрукавку нужно будет надевать поверх, ну, как бы дополнительно, еще на какую-то одежду. Ну, что ж, мне осталось выкроить подкладку и показать вам готовый результат. Не хочу, чтобы эта безрукавка была слишком тяжелой. Поэтому взяла вот такой цветной трикотаж. Он на хэбэшной основе. И сейчас из этого трикотажа осталось выкроить подкладку. Не хочу делать подкладку из ткани полиэстер. Может быть, когда-нибудь эту безрукавку наденут непосредственно на какую-то тонкую майку. Пускай будет хэбэшная подкладка. Этот трикотаж тоже остатки. Кусочки небольшие. Ткань имеет небольшую растяжимость. Это тоже важно. Безрукавка почти готова. Я уже вточала молнию. Сейчас поближе покажу. Вот. Соединила верх с подкладкой. Вывернула изделие на лицевую сторону. Откачивала эту безрукавку через небольшое расстояние, которое я оставила в боковом шве. Теперь осталось отстрочить и показать вам готовое изделие. Вот что у меня получилось. Значит, джинсы за 5 копеек. Всё остальное, остатки от предыдущих проектов, работа в удовольствие. Самое главное, чтобы она понравилась и подошла моей приятельнице. Но то, что подойдёт, я надеюсь, я прикинула на себя. Она чуть-чуть полнее. Карман я перешила. И ещё, друзья. Вы знаете, когда я шью такие вещи и отдаю своим приятелям, я стараюсь, чтобы они понимали, что я не вкладываю никаких, каких-то огромных сюда средств. Всё сшито из небольших кусочков. Они мне ничем не обязаны. Самое главное – благодарность моих друзей, знакомых, с которыми я делюсь своими какими-то работами, помогает как бы верить в свои силы, повышает, конечно, чувство собственного достоинства. Ведь всё-таки я что-то умею. И немаловажно, что эти мои работы кому-то нужны. Как всегда, изнаночная сторона изделия, подкладка сшита из нескольких кусочков. Старалась подобрать рисунок. Ну, вот как получилось, так получилось. Да, забыла сказать, возможно, кто-то мне в комментариях напишет, но петлю вешалку я специально пришивала на лицевую часть спинки сверху. Я вам говорила, но я немножко изменила вот здесь вверху форму борта. Решила, что вот так будет удобнее. Ну, а теперь посмотрим, как безрукавка смотрится на моей приятельнице. Конечно, очень бы хотелось посмотреть, как эта безрукавка будет сидеть поверх рыболовного костюма. Ну, а пока показываю, как она смотрится в готовом виде. С размером я практически угадала. Пусть рыбачит себе в удовольствие. А теперь небольшие переделки из мешка с ветошью. Некоторые вещи из этого мешка в хорошем состоянии. Их только нужно постирать. Чуть-чуть усилий. Посмотрите, какой замечательный получился свитер. В том, у этого свитера очень хороший состав. Возможно, в день скидки 90% он никому не понадобился. А может быть, на него изначально стояла слишком высокая цена. Он попал в мешок с ветошью. Вот его привели в порядок. Теперь это свитер, который назывался ветош. Или вот это ветош, в составе которой 80% ангоры. И вот это ветош превращается в очень добротный, хороший свитер. У меня некоторые вещи сразу забирают. Я потом прошу, чтобы мне показали, что из них получилось. Девочки, огромное вам спасибо, что показываете результаты своего труда. Детский джемпер стопроцентный хлопок. Достанем из мешка иногда что-то мятое, перемятое, непонятное. Сразу выносим решение. Ничего не будем делать. Используем как ветош. А потом рассмотрим, постираем, отутюжим. И это ветошь немножко преображается. Получается джемпер. В этом мешке с ветошью было не слишком много порванных вещей, но вот этот свитер был разорван. И разорван он был в районе локтя на одном из рукавов. После стирки этот свитер стал мягкий и пушистый. Вот здесь порванный участок. Сейчас покажу, как я буду исправлять этот дефект. Все-таки я решила, что это женский свитер. И для своей переделки выбрала вот этот трикотаж. Первое, что мне нужно, это застрочить вот этот порванный шов. Вот здесь. Буду сшивать на оверлоке. Зашила. Вот что у меня получилось. Теперь я этот рукав вот в этом районе, где огромная дырка, разрежу на две части. Так, выровняла. Вот смотрите, отрезаю. Получится нижняя часть рукава. Вот эта дырка мне не нужна. и вот срезаю её. Теперь мне этот порванный небольшой кусочек нужно заменить. Вместо этого порванного кусочка я решила, что вставлю ткань, которую я вам показывала. Вырежу нужный мне кусочек по размеру, но как оказалось. Но об этом я вам расскажу и покажу чуть позже. А пока я переделываю. Вырежала, вырезала необходимого размера мне кусочек. Вот здесь немножко книзу его заузила. И осталось мне его вточать в рукав. Всё это я сделаю на оверлоке. Вот здесь будет линия стачивания. И здесь. Плицевыми сторонами складываете оба кусочка, часть рукава и кусочек друг к другу. Выравниваете и стачиваете на оверлоке. А затем нижнюю часть. Складываю два рукава, проверяю их по длине. Они должны быть абсолютно одинаковыми после моей переделки. Одинаковые, ровные. Но вот этот кусочек, который я вставила в рукав, мне не нравится. По моей задумке, на одной стороне свитера я задумала сделать небольшую аппликацию из такой же ткани. Правда, она будет пришита не на лицевой стороне, а с изнаночной. Эту деталь я предварительно обметала на оверлоке. Подумала, возможно, вот с этой аппликацией вставка на рукаве не будет смотреться так ужасно и некрасиво. Выворачиваю свитер на изнаночную сторону. Затем этот кусочек прикладываю таким образом, чтобы лицевой стороной он лежал к изнаночной стороне. Закрепляю этот кусочек портновскими иголками. С изнаночной стороны проложила строчки в разные стороны, специально посредине сделала такой небольшой кружочек. Выворачиваю теперь свитер на лицевую сторону. С лицевой стороны строчки не очень ровные, но это не важно. Теперь расстояние между этими строчками я разрежу. И через эти разрезы будет просматриваться отделочная ткань. Всё сделала и в готовом виде мне переделка рукава не понравилась. Всё переделываю. Теперь буду использовать верхнюю часть корловины. Был свитер с отложным большим воротником. Я сделаю с небольшой стоечкой. Показываю готовый результат моей переделки. Посмотрите, что у меня получилось. Вот здесь я намечала середину воротника. След отмела. Сейчас пройду утюжком. Всё уберётся. Мой любимый способ декорирования. Я так много чего реставрировала, вам подробно рассказывала. Ну и теперь покажу, что же всё-таки я сделала с рукавом. Вот эта часть воротника, которую я сюда вставила. Высоединение не стала отстрачивать, хотя горловину отстрочила. Решила оставить вот в таком виде. Кажется, эта аппликация будет притягивать на себя больше внимания. Возможно, рукав и не будет слишком бросаться в глаза. Но, на мой взгляд, всё-таки вот такая переделка рукава лучше, чем была раньше. На спинке никаких изменений нет. Только теперь я вижу, что горловину ещё немножко нужно припосадить утюгом. Швы соединения рукава. Чуть не забыла и не показала вам свитер с изнаночной стороны. На этой детали остались только строчки, никаких порезанных участков нет. Горловина свитера. Стойку я просто втачала на оверлоке. Больше ничего не делала. Рукав на изнаночной стороне. Бывшая ветошь из мешка немножко изменилась. И, надеюсь, этот уже джемпер кому-то понравится. Детские шорты. Они тоже попали в разряд ветоши. Хороший состав. Сто процентный хлопок. И, главное, совсем маленькая дырочка. Посмотрите. Эту дырочку легко спрятать. Ничего мудрить не буду. Нашла какое-то изделие. Срезала вот эти буквы. Теперь положу эту аппликацию. Можно вот так, под углом. Можно прямо. Можно наискосок. И по контуру просто пройду строчкой зигзаг. И всё будет готово. Дорогие друзья, и это все переделки, которые я хотела показать в этом видео. Огромное спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Дарю вас за ваши комментарии, за ваши добрые слова поддержки, за ваше понимание того, что я делаю. Спасибо и увидимся снова. Пока-пока.